31 октября заслуженному артисту Российской Федерации Борису Романовичу Корыгину исполнилось бы 85 лет. К этой дате его ученик, актер Сергей Малышев с коллегами, воссоздал в Сыдренском драматическом театре небольшую гримерную. Рядом разместили фотографии, парик и костюмы Корыгина, в которых он играл свои самые прославленные роли в спектаклях «Косатка» и «Старомодный коктейль». Это спектакль, который, знаете, вот я прибыл в нем 8 раз, я лично, и я, у меня вот настолько слезы переполняли мою душу и понимание вот этой вот ситуации, которую они играют, и она рождала во мне какие-то новые чувства, и я благодарен им за этот спектакль. За много лет служения театру Корыгин сыграл более 300 разноплановых ролей, и зрители рукоплескали ему даже в начале спектаклей при появлении на сцене. Ну, а если мои труды пропадут даром, то не в защите, я ведь и преступление могу совершить. Вот говорят, говорят, что нет счастливых людей, а я себя считаю счастливым человеком. Я хотел, чтобы у меня было двое детей. Есть дочь и сын, они актеры. Я хотел, чтобы стать актером, я стал актером. Разве это не счастье? Это был замечательный, очень талантливый артист, прекрасный человек со своей гражданской позиции. Я вспоминаю, когда я только-только пришла в театр, и мы уже начали с ним вместе работать. Это потрясающий партнер. Борис Корыгин умел играть любовь. Это дано не каждому на сцене, говорят актеры, которые работали с ним и даже жили рядом. Мы, во-первых, учились вместе. Мы самарцы. Он родился в Самаре, я родилась в Самаре. Он военный, мы прошли военное время. Мы даже близко жили друг к другу. Он жил на Брате Крыстревых, я на Расбужевской, уголе Льва Толстого. И вот так случилось, что мы встретились здесь, в театре, и работали вместе. В театре Бориса Корыгина вспоминают как отважного человека, который не боялся спорить и защищать Сыдранский театр, если его критиковал заезжий режиссер. В такие моменты артист бывал даже вспыльчивым. Каждый раз Борис Корыгин настолько вживался в образ, что были случаи, когда зрители забывали о спектакле и поднимались на сцену, чтобы поговорить с актером. Теперь об этом рассказывают множество историй. Или вот еще, допустим, они играли какую-то сельскую пьесу в клубе, в деревне. И, значит, сидели за столом, было застолье, они выпивали. Вдруг из зала поднимается человек, наливает себе, значит, из бутылки, пробует. Говорит, ребята, они пьют воду, подождите. Через некоторое время появляется, приносит бутылку водки. Артист умер на сцене Сыдранского драматического театра во время репетиции спектакля в 2012 году. Увидеть выставку памяти Бориса Корыгина можно будет в театре до конца осени. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально.